В эфире новости губернии. Здравствуйте! В студии Татьяна Потоцкая и Руслана Шуков. И сначала коротко о главных темах выпуска. 20 лет без коммунальных бед обещают самарцам столичные инвесторы. На встрече с губернатором представители компании Ренова обсудили новые совместные проекты в разных сферах. От реконструкции Курумыча до ремонта водопровода. Криминалы для добродетель фермера Ставропольского района выкопали трубы оросительной системы. Под благородным предлогом подлатать дыры. А теперь в ситуации разбираются полицейские и наши корреспонденты. В Самаре возобновили старинную русскую традицию помолвку. Сколько времени теперь ходить в женихах и невестах? И что будет, если молодые передумают? День влюбленных по правилам в нашем выпуске. Миллиардные инвестиции в самое проблемное хозяйство области. Правительство региона и группа компаний Ренова подписали соглашение о сотрудничестве сразу по нескольким направлениям. Ключевыми стали тема ЖКХ, необходима комплексная модернизация системы и инвестиционная программа развития аэропорта Курумыч. Совместные проекты будут также в сфере инноваций. В том числе в создании и в регионе федерального вуза. О высоких технологиях, масштабных планах и старых проблемах в нашем материале. Новый терминальный комплекс по самым современным стандартам. Две взлетные полосы с искусственным покрытием и пропускная способность до 2000 пассажиров в час. Уже через год Курумыч, согласно проекту, станет крупнейшим международным аэропортом Поволжья. В планах запуск скоростной электрички из Тольятти до железнодорожного вокзала Самары через аэропорт. И это только часть инвестиционной программы. Соглашение между правительством региона и группой компании «Ренова» предполагает сотрудничество в разных сферах, в том числе и в самой проблемной – ЖКХ. За полтора месяца 2013-го в областном центре произошло около 200 прорывов водопровода. Износ коммуникаций почти 80%. С 1 января водопроводные сети и канализацию Самары обслуживает компания «Самарские коммунальные системы» – организация «Подконтрольная Ренова». В течение полугода сформируем долгосрочные программы, инвест-программы, с тем, чтобы ближайшие 3-4-5 лет сделать так, чтобы люди могли достаточно спокойно, уверенно получать эти услуги. Не то, что как в эту зиму сегодня происходит. Каждый день мы ждем практически то там, то тут аварий. Понятно, что проблемы накопились за последние 20 лет. Но наша задача как можно быстрее, общими усилиями решить. И решить не на один день, а решить надолго. Решать проблемы будут комплексно. Непривычным латанием дыр. Уже вложили порядка 150 миллионов в ремонт. Усовершенствовали систему аварийного реагирования. Намерены в ближайшее время инвестировать еще 4 миллиарда. Обещают, после глобальной реконструкции о крупных коммунальных авариях самарцы смогут забыть на 20-30 лет. Мы понимаем тот уровень проблем, который стоит сегодня перед этими проектами. Мы понимаем высокий уровень требований, которые со стороны областного правительства. Мы понимаем степень нашей ответственности. И уже сегодня предпринимаем шаги для того, чтобы граждане Самарской области видели конкретные результаты, а не только обещания. Новые технологии намерены внедрять и развивать повсеместно. Совместные проекты касаются инновационной деятельности, создания в области федерального вуза, в том числе на базе Тольяттинского университета. С фондом «Сколково» там уже работают в рамках другого соглашения. Его подписали в ноябре 2011-го. И сотрудничество в социальной сфере, спорте и образовании. Татьяна Потоцкая, Вячеслав Потоцкий. Новости губерния. И возвращаясь к теме гражданской авиации. В расписании Самарского аэропорта появится 166 новых рейсов. С 1 апреля стартует пилотный проект Приволжского федерального округа по межрегиональным перевозкам. Перелеты между городами по Волжье обойдутся пассажирам в два раза дешевле. За счет субсидий из федерального и областного бюджетов. Всего будет запущено 12 прямых рейсов. Пока это своеобразный рекорд для ПФО. Уже известные цены. Максимальная стоимость перелета 4700 рублей. Минимальная 2300. И это только начало. В перспективе 37 прямых рейсов соединят 15 городов. Это региональные столицы и город Нижнекамск. Помимо этого еще 20 маршрутов с пересадками в Самаре, Казани и Уфе. Глава региона обратил внимание служителей Фемиды на беззаконие, которое имеет место на территории Самарской области. Николай Меркушкин принял участие в расширенном совещании судей. В своем обращении губернатор указал собравшимся на ряд экономических показателей, которые свидетельствуют о применении коррупционных схем. Показатели уровня доходов значительно превышают планку зарплат. То есть на рынке вращается много неучтенных денег. Из чего можно сделать вывод. Воруют много и с размахом. На фоне обманутых дольщиков, бесквартирных ветеранов, нефтеврезок и наличия организованных преступных группировок общая картина складывается удручающе. 63-й регион по индексу безопасности на 78-м месте. Другими словами, люди считают окружающую их среду враждебной. При этом мало кто из налогоплательщиков понимает, на что идут их отчисления. Глава региона также задался этим вопросом и адресовал его ответственным чиновникам. Проверка смет по крупным строительным подрядам станет постоянной практикой. Особенно в дорожном строительстве, где деньги закатывают в асфальт миллиардами. При моей работе здесь, в уже по ряду случаях, эту позицию не поддержали. Не поддержали. Где уходят миллиарды рублей. Миллиарды. И если условно так это, то, ну, мне иногда говорят, это все неисправимо. Ну, настолько болезнь глубоко. Но я сам лично так не считаю. Почему не считаю? Потому что мы же люди, люди, а каждый человек, действие инстинкт самосохранения. Губернатор подчеркнул, взаимодействие с людьми должно стать для всех уровней власти залогом будущего благополучия области. Очень много людей таких, ну, самостоятельных, активных. Если они еще в некие эти рамки более социально будут ориентированными, конечно, можно значительно быстрее получить результат, чем в другом регионе, где этого нет. Еще нет ярких людей в Самаре, ярких людей, в том себе в Южно-Смена. Уголовное дело в отношении экс-вице-мэра Самары, руководителя городского департамента благоустройства Евгения Реймера, передадут в суд не позднее конца февраля. Об этом сообщил на пресс-конференции исполняющий обязанности главы следственного управления по области Юрий Слива. Я думаю, где-то в феврале месяц мы его направим в суд. Напомним, Евгений Реймер подозревается в получении взятки. По версии следствия, теперь уже экс-вице-мэр получил 155 тысяч рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и получение бюджетных средств по муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству. Чиновника задержали в конце декабря прошлого года, с тех пор он находится в СИЗО. Инициатива, которая, скорее всего, будет наказуема. В Ставропольском районе фермеры решили восстановить растительную систему собственными силами. Для этого вырыли водопроводные трубы и вывезли их с участка. Все это под благовидным предлогом. Подлатать дыры и заранее подготовиться к сезону. На достигнутом останавливаться не стали. Такую же услугу оказали и трем соседним предприятиям. Только в чистоту побуждения энтузиастов-благотворителей в полиции и прокуратуре от чего-то не верят. Картину событий восстанавливал Сергей Павлов. Приехали, вырыли, порезали. Оперативность раскопок достойна восхищения. Трубы длиной в десятки километров подготовили к отгрузке всего за месяц. Зачинщик работ хозяйство Подтепкинское приступило к демонтажу сперва на собственных землях. Разрешения на это ни у кого, естественно, не спросили. Правовую оценку тому, что сейчас происходит на поле возле шестой насосной станции, должны дать работники прокуратуры и полиции. Пока же на сей счет существует два противоположных мнения. Управление сельского хозяйства Ставропольского района считает, что это сущий вандализм. Трубы пойдут на металлолом и никакой пользы для орошения это не принесет. Довод хозяйства – трубы сильно изношены. Часто случаются порывы, поэтому требуется ремонт. Как можно, если она не эксплуатировалась какое-то время, и вдруг сказано, что сколько-то порывов. А как это самое? Вы скажете, что она лежит закопана с 68-го года или с 78-го там кого-то года, и труба уже пролежала 30 с лишним лет в земле, и она будет целая? Вы пускай. Ну как пускай? Вам пускай, что она лежит, или пускай, чтобы земли орошались? Нет, чтобы она работала. Вот она будет работать по России. А зачем ее выкопали, чтобы обратно закапывать? Глядя на сами трубы, видно – разрезали их наспех, по-варварски. И чтобы заново сварить, нужно еще по метру срезать с каждого конца. Сам металл в хорошем состоянии, ржа нигде не проела. Если весной их намерены укладывать под землю, зачем сейчас зарывать траншеи? Еще один аргумент против. Подстепкинская уже два года владеет землями под орошением, но на них ничего не выращивает. Само предприятие не находится в таком положении, чтобы это миллионы рублей на сегодня направить на орошение. Это и дает нам основание еще и то, что само предприятие в прошлом году практически овощами, картофелем, можно сказать, не занималось. Обращение главы района в полицию и прокуратуру результатов не дало. Земля и трубы в собственности хозяин-барин. И хозяйство пошло дальше. Выкопало и вывезло трубы у трех соседних предприятий. Ущерб подсчитан – порядка 80 миллионов рублей. Произвол, который происходит, это говорит о том, что у нас не работают законы. И как это можно чужой земле выкопить, чужие трубы, и как можно вообще государственные трубы, это государственная система орошения, на которую подстепкинская ни копейки не потратила, и которая должна, если землю они покупают, то она должна продаваться применением. Сейчас ситуация снова попала в разработку полиции и прокуратуры. Взял ее на личный контроль и губернатор Николай Меркушкин. Что касается миллиардативных земель, Виктор Георгиевич, если что, нашим законам можно это сделать, обременить, как предлагается или как, это срочно надо сделать. Срочно надо сделать. Восстановить водовод пострадавшим подстепкинская наверняка заставят. А вот на своих землях тут вопрос касается скорее не закона, а совести. Сергей Павлов, Михаил Смирнов, Новости губернии, Ставропольский район. Квартирный вопрос длиною в несколько лет. В Тольятти осталось 13 долгостроев. И с этой чертовой дюжиной в городе намерено разобраться за год. Ну или в крайнем случае за два. Проблемами дольщиков занимается специальная рабочая группа. Заседают каждый месяц во главе с мэром. Каждый объект обсуждают отдельно. Екатерина Деменчук о тех, кто годами ждет и надеется. Вот на втором этаже, вот оттуда, вот шестое окно. Заглядывает в окна семья Климахиных уже пять лет подряд. Маршрут вечерней прогулки обязательно пролегает мимо дома по улице Ларина. В долевое строительство вступили еще в 2004-м, а в 2008-м ждали новоселье. Его до сих пор так и не случилось. У нас сын, нам тесновато стало. А теперь пока вот ждали этот дом, сын умер. Теперь вот квартира для внука. Мы надеемся, что мы получим. Инициативная группа от обманутых дольщиков прошла за эти годы через десятки инстанций. Везде встречались с сочувствием, но дом так и стоял незаселенным. Есть дольщики, которые лишились полностью всего. То есть они продали где-то свои квартиры, приехали к родственникам сюда пожить временно, вложили все вот в эту вот махину и остались ни с чем. Они живут более семи лет на квартирах, снимают у родственников и так далее. Дом по улице Ларина стоит на контроле в мэрии. Таких долгостроев в Тольятти 13. Раз в месяц рабочая группа обсуждает судьбу каждого из них и разрабатывает план действий. Наша цель не собираться и говорить на эту тему, а решить на 90% в 2013 году проблему. И если останутся какие-то объекты небольшие, то в 2014 году, чтобы проблема была полностью решена. И мы эту задачу выполним. В решении проблемы уже есть результаты. Совсем недавно дольщикам Сларина застройщик предложил квартиры в другом доме, который уже введен в эксплуатацию. Своё жильё теперь уже на улице Фрунзе. Жители мечтают получить в канун 8 марта. Ключи им обещали вручить в первый день весны. Екатерина Деменчук, Борис Кислицын, новости о губернии, Тольятти. Большие деньги за счёт маленьких рисков. Крупный бизнес всё активнее осваивает сферу страхования. На рынке всё больше заметна деятельность так называемых кэптивных компаний, работающих в составе холдинга вместе с банками. Консервативные страховые фирмы бьют тревогу и пророчат тотальное засилие монополистов в секторе. Аргументы сторон выслушал Евгений Солей. Круглый стол на тему банковского страхования, организованный информационно-деловым порталом 63.ру, обнажил больше острых углов, чем дал ответов. Вопросы встали для страховых компаний ребром после того, когда черни предприятия крупнейших банков вошли в число лидеров по объёмам чистой прибыли. Крупные игроки оставляют всё меньше шансов заработать фирмам, не имеющим прочного финансового тыла. В итоге выгоды динамичного роста банка страхования достаются кэптивным конторам. Именно этот сегмент по статистике даёт наибольший опережающий рост. И по итогам 2012 года его доля составила 30%. Также заметно рост доли кэптивных страховых компаний, обслуживающих корпоративные страховые интересы. Их доля по итогам 2012 года выросла до 40%, а 2013 год, возможно, даст и все 50%. Модель взаимодействия банка с аффилированной страховой компанией крайне привлекательна в части страхования жизни и здоровья заёмщиков, а также страхования заёмщика от потери работы. Эти виды страхования являются наименее убыточными, что позволяет финансовой группе получать высокую прибыль. На данный момент антимонопольный комитет рассматривает вопрос об отмене, в принципе, так называемых аккредитованных страховых компаний, что сейчас есть на сегодняшний день в банковском страховании. И доступа полного списка страховщиков, которые хотят работать с тем или иным банком. То есть у клиентов, у страхователей появится выбор. Пока же универсальным страховщикам приходится довольствоваться долей рынка, связанной с юридическими лицами и банковскими рисками. Однако эта часть рынка банка страхования не является такой привлекательной, как розничная. Евгений Солей, Александр Каракулько, Новости губернии. Свадебного бума в день влюбленных не случилось. У Замигиминея в главном дворце бракосочетания Самары связали себя только восемь пар. Теперь жениться предпочитают не в католический день Святого Валентина, который свою популярность в России уже заметно потерял, а, например, на Красную Горку или в день Петра и Февронии, он же день семьи, 8 июля. Для тех же, кому не втерпешь в порядке исключения, в честь праздника в ЗАГСах провели торжественную церемонию и старинный обряд помолвки, который соединил жениха и невесту из России и Италии. Алена Алешина о любви без границ. Он знает по-русски всего три слова. Признание в любви девушки из России Диего Капелета сделал несколько лет назад. Тогда она впервые побывала в Италии. Но познакомились молодые люди в интернете, отношения в сети развивались бурно, и пара решила их узаконить. Играть свадьбу будут дважды. Торжественную здесь, а церковную на родине Диего. Для этого Анна уже стала католичкой, зато помолвку будущие супруги решили совершить по старинной русской традиции. Нам было интересно посмотреть, как это все проходит, и оставить, чтобы у нас на память осталось такой необычный русский обряд. Меня переполняют чувства, я так волновался. Обряд помолвки мне очень понравился, и я рад, что принял в нем участие. Помолвка не только красиво обычай, но и день подачи заявления в ЗАГС. Юлия и Федор не решались это сделать целых шесть лет. Отношения проверку выдержали, обручение – еще один аргумент, что свадьбе все-таки быть. Я звонила, сказала, мы будем помолвлены. На самом деле радует то, что традиции исконно русские, древние уже возвращаются, и то, что сейчас, я так понимаю, в дальнейшем уже будут проводиться эти обряды. Интересно. В ЗАГСе решили возродить обряд именно в день влюбленных. Свадебный бум 14 февраля постепенно спадает. Начинают набирать большую силу наши традиционные праздники, потому что очень большое количество пар регистрирует свой брак 8 июля, в день семьи, любви и верности, на Красную горку. А День Святого Валентина становится днем все-таки влюбленных пар, днем романтики. Алена Алешина, Александр Дотко, новости губернии. Те, кто в ЗАГС пока не торопятся, отметили праздник альтернативно. На катке, на площади Куйбышева. Главная фраза вечера и своеобразный пароль, разумеется, «Я тебя люблю». Самые стеснительные смогли признаться в любви своей второй половинки с большого экрана. Составили и самарскую карту знакомств. Знакомые места на ней искал и наш корреспондент Иван Попов. Два огромных сердца, символы праздника всех влюбленных, с удовольствием фотографируются со всеми желающими. Публично выразить свои чувства в самом центре Самары пришли несколько сотен горожан. И у каждого свое понимание любви. Когда ты живешь не только со своими интересами, но чтобы эти интересы у вас совпадали. Чтобы девушка любила смотреть футбол вместе с парнем, а молодой человек любил ходить в магазины. Для Миши и Марины 14 февраля день особенный. Ровно два года назад они познакомились. Как и сегодня, на катке, символичным для них стало не только место проведения праздника, но и подарок. Буквально сегодня мне моя девушка Марина подготовила подарок на гипс. И, в общем, мы сделали наши отпечатки рук совместные, чтобы нести это в историю. И осталось это на века, грубо говоря. Организаторы торжественных мероприятий дали возможность влюбленным, пусть не на гипсе, но оставить свой след. Книга знакомств под опарочки записали места своих первых встреч. Речь будет опубликована в интернете в виде электронной карты. Существует множество легенд происхождения праздника всех влюбленных. По одной из них, именно в день Святого Валентина, вольная птица отправляется искать себе пару. А те, кто уже нашел свою вторую половинку, пришли сегодня на каток на площади Куйбышева, чтобы лишний раз сказать друг другу «Я тебя люблю». Иван Попов, Дмитрий Столяров. Новости о губернии. И на этом у нас все новости. Всего доброго. Генеральный партнер прогноза погоды – Восточный экспресс-банк. Погода на Средней Волге сухая и умеренно морозная, с преобладанием небольшой облачности. Температура воздуха в регионе минус 9-14, местами до 19 мороза. Без осадков ветер восточный – 6-11 метров в секунду. На северий-западе области 3-6 мороза. Восточная и южная части региона минус 3-5. В Самаре температура ночью минус 12-14. Ветер восточный – 6-11 метров в секунду. Днем в Самаре и Тольятти 1-3 градуса ниже 0. Магнитное поле неустойчивое, местами гололедица. Что можно купить за 49 рублей? Чашку кофе? Или удобный диван? Новый холодильник? А может, поездку на море? Кредиты без залога за 15 минут всего за 49 рублей в день. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7 100. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова